приветствую вас друзья с вами как всегда евгения 2 сайт маг эксперт орг и в этом видео хочу познакомить вас с очередным своим шедевром не побоюсь этого слова а точнее авторским раскладом который я назвала избранник но это такое рабочее название может быть вы придумаете какое-нибудь название получше этому раскладу но вот пока рабочее название избранник или же избранница если мы делаем расклад для мужчины и так для чего же нужен этот расклад ну понятное дело для того чтобы понять что же за избранник такой да очень часто ко мне обращаются девушки молодые и не очень которым очень интересно знать каким же будет он вот тот самый единственный судьба то бишь избранник как он будет выглядеть чем он будет заниматься по жизни будет он богатый или бедный каким будет брак с этим человеком будут ли эти отношения счастливыми или может быть ну эту затею нафиг так вот на основании тех вопросов которые чаще всего звучат запросе на избранника я и сочинила этот расклад и состоит он из 11 позиций сейчас я вас буду знакомить с этими позициями расклада а потом я дам свою коротенькую интерпретацию тех карт которые выпали в этом раскладе первая карта это характеристика личности нашей гадающей девушки ну или женщины что она из себя представляет как человек ну как женщина заодно вторая позиция расклада но здесь у меня в данном конкретном случае выпало сразу две карты но здесь должна быть одна и это шансы вот шансы этой женщины из нашей гадающей персоны на то чтобы встретить своего избранника другими словами насколько она притягательна для противоположного пола каковы ее вообще возможности да дальше третья позиция в раскладе отвечает на вопрос а состоится ли встреча то есть встретит ли она человека вот того самого избранника следующая карта в четвертой позиции при каких обстоятельствах произойдет знакомство пятая карта что из себя как личность представляет этот человек то бишь мужчина шестая карта ответит нам на вопрос как он выглядит то есть его внешность опишет следующая позиция расклада седьмая расскажет нам о его деятельности чем он занимается по жизни ну а восьмая позиция разумеется даст нам информацию о его финансовом положении то есть насколько он богат или насколько он беден девятая карта поведает нам информацию о том как будут развиваться отношения у гадающий с этим человеком с этим мужчиной десятая карта это информация о том возможен ли с этим человеком брак ну а последняя карта этого расклада показывает насколько счастливыми будут эти отношения согласитесь ведь бывает так что брака между людьми и нет но они вполне счастливы друг с другом бывает и наоборот когда брак есть а счастье вроде как не очень и так как вы видите все позиции расклада дают довольно полезную информацию женщине для того чтобы сориентироваться в поиске своего избранника ну а теперь давайте кратенько проинтерпретируем выпавшие карты ко мне обратилась девушка девушка незамужняя с извечным вопросом незамужних девушек о том каков будет ее избранник на кого ей вообще скажем так ориентироваться хотя бы и вот давайте посмотрим как же охарактеризовали карты и и как женщину и мы здесь видим даму мечей а дама мечей всегда говорит о женщине очень умной которая больше уделяла внимание своей карьере своему профессиональному может быть какому-то росту до достижению каких-то результатов а не своему женскому счастью также эта карта очень часто выпадает на женщин которые в мужчинах очень сильно разочарованы которые пережили некие трагедии в личных отношениях и в общем то то гадающая это подтвердила но дама мечей это еще и карта холостячик вот таких вот но не хочется говорить слово старых дев сейчас это уже как-то не актуально то но тем не менее эта карта очень часто выпадает на девушек которые долго не замужем долго не в отношениях или же разведены или же вдовствует следующая позиция расклада напомню шансы этой девушки на встречу мужчины на встречу своего избранника и первая здесь выпала карта про молчи ну откровенно говоря шансы по этой карте непредсказуемые и по идее я должна была умолчать в трактовке о том каковы же шансы этой девушки почему я должна была промолчать но это связано видимо с характером гадающий а дамы мечей обычно женщины очень амбициозны и они любят поспорить по поводу и без повода и если бы я сказала шансов нет женщина начала бы доказывать что шансы есть не могла бы вляпаться в какую-нибудь неприятную историю если бы я сказала что шансы велики она бы расслабилась и упустила бы свои возможности поэтому вполне закономерно что здесь выпала карта про молчи и мне ее шансы озвучивать не нужно но тем не менее я достала вторую карту чтобы посмотреть а если действительно эти шансы и выпал туз кубков ну конечно же есть конце концов она не в пустыне живет и не на луне шансы встретить мужчину избранника мужчину который мог бы составить ей партию него вполне неплохие но давайте посмотрим состоится ли такая встреча на самом деле и здесь мы видим короля пентакли конечно же состоится вот он пожалуйста голубчик выпал в раскладе собственно персоной я не буду сейчас давать его описание потому что мы этому посвятим практически весь остальной расклад при каких же обстоятельствах этот мужчина ей встретиться здесь выпала десятка кубков замечательная великолепнейшая карта радости и семейной идиллии я порекомендовала этой девушке почаще посещать какие-то семейные мероприятия какие-то праздники торжества может быть ходить на чьи-то свадьбы каких-то родственников знакомых подруг и так далее может быть почаще бывать где-нибудь в кафе или ходить в гости к друзьям и вот в такой семейной какой-то такой приятной романтической атмосфере она вполне может встретить вот этого короля пентаклей по десятке кубков там еще масса возможностей я сейчас их просто перечислять не хочу дальше дальше мы видим описание личности этого человека и личность здесь обозначилась десятым старшим арканом колесо фортуны а человек очень и очень неоднозначный я бы сказала что нестабильный нестабильный в каком плане у него могут быть очень частые смены настроений это человек настроения там могут очень могут очень часто меняться обстоятельства жизни этот человек в какой-то степени может быть перекати-поле то есть нестабильный и такой человек может устроить ещё те американские горки в жизни. С ним точно не соскучишься. И при этом колесо фортуны нам показывает, что он всё-таки любимчик богини удачи. И ему очень часто везёт. Но ещё эта карта может намекать на то, что этот человек идёт по судьбе нашей гадающей. Вот то, что называется по судьбе. Хотя я не очень люблю это выражение. Как-нибудь в отдельном видео объясню, почему. А вот внешность этого мужчины описана картой Семёрка мечей. И вот тут я немножко напряглась. Почему? Потому что встречала людей, которых по внешности описывает эта карта. У таких людей обычно очень хитрый взгляд. Такой хитрющий. Ну, это просто. Вот не узнать этого человека невозможно. Люди с Семёркой мечей во внешности имеют такой хитрый прищур. Я имею в виду выражение глаз. И такая у них ухмылочка. Хитрованская. Ну, их сразу заметно. Мне сложно это описать. Мне проще это показать. Но, к сожалению, сейчас на камеру я этого сделать не могу. Ну, в силу своей ложной скромности. Честно скажу, по своему опыту, по своему личному опыту, люди Семёрки мечей, это, правда, не характеристика его личности, слава Богу, а характеристика лишь внешности. Но даже люди с такой внешностью, как показывает моя практика и мои наблюдения, могут оказаться очень и очень подлинненькими. Вроде в глаза очень и очень порядочные, да, очень такие замечательные и благородные, но в душе ещё те подлюки. Поэтому здесь для моей клиентки информация, конечно, не самая приятная. Ну, кто предупреждён, тот вооружён. И эта девушка теперь будет знать, чего от этого мужчины можно ожидать. А можно ожидать от него всякого. Он такие фортили может выбрасывать, что мама, не горюй. По старшему аркану колесо фортуны и по Семёрке мечи. А чем же этот человек занимается по жизни? Здесь выпал старший аркан влюблённые. Мои наблюдения личные показывают, что чаще всего это силовые структуры. То есть люди либо военные, либо работники Министерства внутренних дел. Ну, вот так это назовём. То есть это какие-то силовые структуры, как правило. Бывают и другие профессии, кое я сейчас перечислять не буду. Тоже хочу сохранить свои профессиональные секреты. И не разбрасывать бриллианты бесплатно. А дальше у нас выпала десятка мечей. Она показывает финансовое положение этого мужчины. А вот с финансовым положением тут не есть гуд. Десятка мечей показывает нам то, что этот мужчина может терпеть убытки. Он может быть в долгах на момент знакомства. И вот здесь уже сейчас хочу предупредить гадающую о том, чтобы она ни в коем случае не занималась благотворительностью в сторону этого мужчины. Дело в том, что здесь слишком высока эта вероятность. А мужчина, честно говоря, мне не очень симпатичен. Но это моё мнение, а дама мечей пускай уже сама для себя решает. Так вот, с финансовым положением здесь не всё очень хорошо. Мужчина испытывает определённые трудности в материальном плане. Каково же ждёт развитие эти отношения? Выпала тройка мечей. Ну, здесь no comments, да? Тройка мечей нам сулит лишь разбитое сердце. И наша гадающая, наша дама мечей может снова остаться у разбитого корыта. Какая всё уж таки эта досада. Тем не менее, возможен ли брак с этим человеком? Шестёрка Пентакли. А вот тут да, брак возможен. Но при определённых усилиях и вложениях со стороны гадающей. Это, как правило, по шестёрке Пентаклий вложение материального характера. А поскольку у нас мужчина здесь не очень богат, да ещё и не очень честный, если уж говорить откровенно, то я не знаю, стоит ли даме мечей связываться с этим мужчиной вообще. Может быть, тут даже есть смысл не развивать отношения в сторону брака, а просто поддерживать связь, пока она интересна обоим. Ну, не знаю, не знаю, здесь я, конечно, такие советы могу давать сколько угодно, а человек уже сам для себя примет то решение, которое будет ему максимально близко. Ну, и, наконец, последняя карта итоговая рассказывает нам о том, будут ли эти отношения счастливыми. Десятка жезлов. Эти отношения будут сложными, тяжёлыми, грузовыми, напряжными. Захочется в какой-то момент всё бросить, потому что обязанностей, ответственности и тяжести в этих отношениях и какого-то вот такого груза гораздо больше, чем радости, счастья и благополучия. Ну, вот такой вот, к сожалению, у меня получился неоптимистичный прогноз для девушки. Ну, вот что маемо, то маемо. И окажете у нас на Украине. Надеюсь, этот расклад пойдёт в вашу копилочку, и вы сможете давать очень качественные профессиональные консультации с помощью этого расклада. По крайней мере, он уж точно будет востребован. На этом, друзья, с вами не прощаюсь. Надеюсь, встретимся в следующем видеосюжете. Пока-пока! Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...